Поражение с победами. После выигрыша во Владикавказе 2 июля армейцы уже уступают третий матч подряд. Причем особенно тревожит их психологическая и физическая готовность. Правда, начало встречи с железнодорожниками особых тревог не вызывало. Армейцы практически не подпускали соперника к своей штрафной, а сами, хотя и изредка, но тревожили вратаря Овчинникова. Например, Харон. На линии вратарской раньше всех к мячу успевает Семак. Но уже через 12 минут статус-кво в счете восстанавливает Смирнов. Правда, это случилось во многом благодаря неряшливым действиям галкипера ЦСКА Дмитрия Тяпушкина. Смирнов бил прямо по центру, но это не стало помехой для того, чтобы сравнять счет. Второй темп, в отличие от первого, начался нервно. Поэтому главному арбитру встречи Сергею Зуеву пришлось сразу же прибегнуть к лечебному средству от возможных травм – желтой карточкой. В результате она была показана на 54-й минуте. Два подряд прохода в штрафную Тяпушкина с левого фланга завершались ударами в ближний угол. В первом случае Тяпушкин был бессилен. Удар Аганесяна, которого проспал Гашкин, был из разряда неберущихся. А вот третий мяч вновь на совести вратаря. Елышев, как и Смирнов в первом тайме, бил во вратаря. И каким-то непостижимым образом Тяпушкин еще раз позволил мячу без припеца Янкаускаса, дебютанта ЦСКА. Но проку вышло немного. Образом. Тем не менее, борьба за мяч на футбольном поле продолжалась. Футболисты обеих команд бились нести. Скажем, в плане созидания игры практически было невозможно. Впрочем, яркие личности в российском футболе уже давно редкость.